Здравствуйте! С вами выпуск активистских новостей команды Активатики. И сегодня я с вами поделюсь результатами расследования нашей команды по системе Платон. Вы, конечно, помните, что в прошлом году протест дальнобойщиков буквально захлестнул всю Россию. Впервые с 1917 года была произведена всероссийская стачка дальнобойщиков. И многие города выступили. И в том числе выступил и Дагестан, где большая часть населения вынуждена заниматься грузоперевозками, и система Платон больно ударила по ним. В результате таких активных протестов удалось дальнобойщикам довольно много. Но прежде всего вот эта система Платон в результате она не была привенена к машинам меньшей грузоподъемности. Ну и во-вторых, изначально консессионеры планировали, что будут взимать дальнобойщиков за проезд за 1 километр 3,5 рубля. Но из-за вот этих массовых протестов решились взимать не 3,5 рубля, а 1,9 рубля. То есть тариф удалось в результате протестов снизить почти в 2,5 раза. И несмотря на то, что сейчас дальнобойщики платят на 20% больше, чем раньше, вроде как это не так уж и много, тем не менее это больно ударило по дальнобойщикам. И в результате их и без того не очень-то большие зарплаты снизились на 25%. Но дальнобойщики не собираются отступать. И согласно заявлению, которое сделал 20 октября Андрей Бажутин, координатор дальнобойщиков, их представитель, если власти и дальше не будут принимать требования дальнобойщиков, будут дальше их игнорировать, то с середины декабря протесты дальнобойщиков продолжатся. Кто же стоит за системой Платона? Согласно базе «Контурфокус», большая часть, 50%, принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну того самого хорошо известного Аркадия Ротенберга, который засвечен в офшорном скандале по трассе Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес и который почему-то выигрывает все крупные конкурсы в России. Небольшая сравнительно доля, 12,5%, принадлежит корпорации «Растех». Я напомню, что руководитель корпорации «Растех» это Сергей Чемизов, это близкий друг Владимира Путина и еще его коллега по Германии. И, скорее всего, без влияния Сергея Чемизова система Платон так бы и не была внедрена, она бы так и осталась на бумаге, потому что именно вот этот человек, довольно близкий товарищ Путина и является основным лоббистом этой системы. 17,5%, а ранее 37,5% принадлежат зятю нижегородского предпринимателя, депутата городской думы Нижнего Новгорода Вадима Агафонова Андрею Шипилову. И оставшиеся 20% принадлежат Сергею Скворцову, о котором мы поговорим отдельно. Оператор системы Платон занимается взиманием платы с дальнобойщиков и контролируется компанией «РТ Инвест». Компания эта очень интересная, потому что, согласно финансовой отчетности за 2016 год, «РТ Инвест» получила выручку 11,83 миллиарда рублей. Причем ее основной доход, это 92%, составил 10,82 миллиарда рублей. И он обеспечен исключительно за счет взимания платы с дальнобойщиков, то есть за счет системы Платона. Для организации своей деятельности и для организации взимания денег с дальнобойщиков «РТ Инвест» взяла у «Газпрома» кредит. Кредит очень серьезный, 27 миллиардов рублей. Причем взяли они его по льготной ставке 11,5% годовых. Сами же акционеры, само «РТ Инвест» при этом вложило в свое собственное предприятие всего 2 миллиарда. То есть, понимаете, это порядка 10%. Интересная получается ситуация, когда основную массу денег дает почему-то «Газпром», а «РТ Инвест» при этом вкладывает скромные 2 миллиарда рублей. И таким образом получилось, что владельцы Платона получили компанию, способную всего лишь за год полностью отбить инвестиции. И результат совершенно фантастический. Прибыль, которая получила «РТ Инвест» за взимание платы дальнобойщиков составила 2,6 миллиарда рублей. Ну, себя владельцы Платона деньгами обеспечили как следует, за них можно не переживать. Что же дала система Платон государству? Изначально нам обещали, что система Платон нужна для того, чтобы строить хорошие дороги. Дороги в Российской Федерации строятся за счет федерального бюджета, который составляет порядка 600 миллиардов рублей по данным «Росавтодора». На эти деньги в год можно строить порядка 4 тысяч километров дорог. Сколько же денег в федеральный дорожный бюджет поступает от системы Платон? А вот оказывается всего около 20 миллиардов рублей в год, что составляет всего 3% от годового бюджета. И вот на эти 3% можно построить каких-то жалких 136 километров. Вообще следует отметить, что РТ Инвест – это удивительная организация. Ну, прежде всего, РТ Инвест стал амператором Платона без тендера. Второе. РТ Инвест, хоть и собирает деньги с российских дальнобойщиков, свой основной инвестиционный фонд почему-то предпочитает непатриотично держать в Великом княжестве Люксембург. И третье. Самое удивительное. Помимо системы Платон, РТ Инвест занимается также и мусором. Сейчас у него в планах построить мусоросжигательные заводы и стать одним из самых влиятельных операторов на рынке твердокоммунальных отходов России. Один из владельцев системы Платон, доля которого составляет там 20%, Сергей Скворцов, является членом правления, заместителем гендиректора Ростеха и 19 июня 2017 года подконтрольная Скворцова структуры выиграли тендер на постройку мусоросжигательных заводов. И теперь по договору не позднее 1 декабря 2022 года победитель построит 4 завода, мусоросжигательные, опасные заводы в Московской области и один в Казани. На этот проект выделяется 150 миллиардов рублей. Против планов строительства вредных для здоровья людей мусоросжигательных заводов началась активная кампания граждан. Люди проводят митинги, пикеты, акции. И 21 октября в Сокольниках состоялся очередной митинг против строительства мусоросжигательных заводов. Власти всячески пытаются препятствовать этому процессу. И, например, по поводу митингов в Сокольниках сначала власти разрешили проведение митинга, а потом без всякого на то основания и вообще без всяких объяснений запретили проводить этот митинг. Но тем не менее митинг все равно состоялся. И там опять же произошел инцидент. Дело в том, что полиция совершенно незаконно стала отбирать у граждан транспаранты с требованием не строить мусоросжигательные заводы. И только благодаря тому, что активисты окружили полицию, стали их фотографировать, стали делать видеоматериалы, полиция оставила демонстрантов покоя, и они продолжили требования свои строить не опасные для здоровья мусоросжигательные заводы, а строить нормальные, современные, цивилизованные мусороперерабатывающие заводы. Полиция постоянно препятствует гражданам выражать их отношения к МСЗ. Так 25 октября в Неворофоминске проходили публичные слушания по выделению участка земли для строительства МСЗ. И вот представьте себе, что несмотря на то, что это было в будний день, в 9 утра, и люди специально приехали на это мероприятие, отпросившись с работы, тем не менее полиция мешала людям проходить на публичное мероприятие, на публичное слушание. Они специально не пустили более 100 человек на публичное слушание, люди остались стоять на улице, а полицейские это мотивировали тем, что мы вас не пускаем, потому что там в зале не хватает сидячих мест. Получается, что лучше стоять на холоде, лучше стоять на улице, чем находиться в зале и выражать свое отношение к мусоросжигательным заводам. Получается, что у дальнобойщиков и у активистов, которые борются против мусоросжигательных заводов, одна беда – хищенческие интересы группировки, приближенной к Путину и стоящей за РТ-инвест. Не кажется ли вам, что настала пора объединять усилия дальнобойщикам и активистам, борющимся с МСЗ, для того, чтобы обмениваться опытом и вместе сопротивляться? Ведь деньги уже отнимают. Не получится ли так, что отнимут еще и право дышать чистым воздухом? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok